МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Егорович, большое спасибо, что согласились принять РБК и ответить на наши вопросы. Вы неоднократно говорите, что бизнесменов нужно, держа за руку, подводить к первой прибыли, чтобы они не сошли с дистанции. И очень важна эта индивидуальная поддержка каждому. Так кого больше? Тех, кто сошел с дистанции или все-таки дошел до первой прибыли? Ну, конечно. Конечно, те, которые доходят. Доходят до прибыли. Те, которые уходят с дистанции, их намного меньше. Но в любом случае надо их поддерживать и сделать так, чтобы этот человек предпринимательского и бизнеса не боялся. Николай Егорович, если я перечислю проблемы регионального бизнеса, вы можете меня подкорректировать, если я не права. Большой процент теневого сектора, снижение доли малого бизнеса в госзакупках, внедрение дорогостоящих информационных систем, фискальный налог, давление контрольно-надзорных органов. В последнее время предприниматели жалуются на бытовой терроризм. Что бы вы добавили, что бы исключили? Скорее всего, я добавил бы. Наверное, намного больше проблем сейчас у малого и среднего бизнеса, нежели вы перечислили. Вот, к примеру, давайте возьмем Новосибирскую область нашу. У нас на территории работает 145 тысяч предпринимателей. 145 тысяч. Цифра как во времени трансформируется, увеличивается? Увеличивается. Вот мы заметили, вот 16-17-18-е на 5, на 4-5 тысяч увеличивается. Разрешите вас, перебью, свежие цифры РБК. Прозвучала такая информация, что 19 миллионов индивидуальных предпринимателей сегодня в России зарегистрировано, и в ближайшие несколько лет эта цифра увеличится до 25 миллионов. Это очень хороший тренд. Это очень хороший. Если взять по сравнению с другими регионами, ну, как мы говорим, Косноярский край, там поближе к нам, в Омске, вот, я скажу, мы стоим на первом месте по количеству предпринимателей. И в России на восьмом месте. Это говорит о том, что у нас Новосибирск, я бы так его назвал, бизнес-предпринимательский. Еще раз повторяю, один раз я уже говорил на одном месте, на одном из выступлений, что вот есть такие регионы, которые говорят о том, что у них есть какая-то игла. Ну, к примеру, нефтяная игла, да, газовая игла. И вот на этой игле сидят и получают деньги в бюджет и все. Я говорю, у нас тоже есть игла, на которой мы сидим. Это бизнес-предпринимательская игла. Если мы будем поддерживать и будем лелеять, так скажем, предпринимателя и бизнес, мы будем постоянно получать прибыль. Это гораздо надежнее, чем, допустим, та же нефть или газ. И то, что у нас развивается бизнес, это большой плюс по сравнению с другими регионами. Ну, давайте еще раз вот такое сравнение. 38% трудоспособного населения заняты малом и среднем бизнесе. 38% до 40% доходит. Это, если средний российский, 25%. У нас 40%. Это говорит о том, что занятость в этом секторе экономики очень большая. И мы должны гордиться этим. Если взять с точки зрения пополнения бюджета Новосибирской области или оборота малого и среднего бизнеса, оборот малого и среднего бизнеса в Новосибирской области более триллиона рублей. Один триллион, точнее, 100 миллионов. Поэтому задача государства, это как в семье, понимаете. Вот у меня есть маленький бизнес, и я его храню. Лелею. Почему? Потому что это мой доход, я на него живу. То же самое государство. Государство охраняет и хочет помочь малому бизнесу для того, чтобы он жил и развивался. Чем больше он будет жить и развиваться, тем больше он получит налогового отчисления. Вот поэтому и наш аппарат тоже является, ну, так скажем, в тренде государства для защиты бизнеса. Это очень важно. В нашем регионе характерно ли заключение под стражу при уголовном преследовании? Если взять в среднем обращение предпринимателей к нам в аппарат, их от общего числа около 10%, 9%. Ну, я бы сказал, что по сравнению с другими регионами, ну, это не очень-то большое количество, но оно граничит с тем, что то, что говорит государство, то, что говорит правительство, не нужно излишне приставать, так скажем, предпринимателю. У нас есть 2-3 примера, я могу рассказать, но, скорее всего, это будет некорректно называть фамилией. Мистер Икс. Да, Мистер Икс. Мистер Икс выиграл контракт для... Ну, неважно, какой контракт. Разница между контрактом и выполненными работами около 5 миллионов. Однако его взяли, арестовали, и он сидит в СИЗО. Мы говорим, аппарат говорит о том, что человек может возместить, или, допустим, подписка о невыезде. Нет, надо обязательно задержать. А что такое задержание? Задержание – это конец бизнесу, это увольнение работников, это неплатежи налогов, это целый ряд негативных проблем, которые появляются у этого предпринимателя. И, кстати, не только на предпринимателя, или вообще, я бы сказал, на инвестиционный климат в регионе. Но я бы сказал, что у нас в последнее время, ну, так скажем, удалось находить общий язык с контрольно-надзорными органами, с прокуратурой Новосибирской области. У нас с прокуратурой Новосибирской области подписаны соглашения взаимодействия. Я уже несколько раз встречался с прокурором, хорошим, Виктором Евгеньевичем, и находим общий язык. И на самом деле тот тренд, который задает президент по отношению к малому и среднему бизнесу, так скажем, он выполняется и силовыми органами, и контрольно-надзорными. То, что касается контрольно-надзорных органов, то же самое я бы сказал, что есть какое-то потепление. Почему? Мы недавно проводили совместное совещание с территориальными органами. И я просто почувствовал, что контрольно-надзорные органы настроены уже не так, как раньше. Знаете, вот раньше контрольно-надзорный орган был как карательным каким-то мечом. Конечно. Да. Сейчас, скорее всего, что... Карали, не разбираясь. Не разбираясь, да. Штрафы, штрафы, штрафы. Вот. Сейчас можно сказать, что... Меняется, наверное, время. Меняется подход к бизнесу. Поэтому заметно, очень хорошо заметно, что контрольно-надзорные органы не просто, так скажем, приходят на предприятие и ищут найти, лишь бы найти и составить протоколы, оштрафовать. Но прежде всего предупреждают. Это очень хорошо. А сколько жалоб вы в этом году получили от бизнесменов? На сегодняшний день где-то около 200-230 жалоб. Уровень тот же, как и прошлого года. Но меняется направление жалоб. Если раньше больше жалоб было на контрольно-надзорные органы, на уголовные преследования, сейчас больше жалобы относятся к другим направлениям. Ну, как я уже говорил, арест счетов по 115 закону, земельно-имущественные отношения, я бы так сказал, тоже увеличиваются. Жалобы в строительстве тоже самое. Вы как бизнес-омбудсмен уже 9 месяцев на своем посту. Можете ли сказать, что действительно ли больше половины всех проверок обрушивается вне плана на бизнесменов? Да, есть такое. Я бы сказал так, что более 70% проверок от контрольно-надзорных органов скорее всего, что они внеплановые. И эта статистика непоколебима из года в год. Ну, я уже говорил о том, что сейчас немножко все-таки появилось потепление со стороны контрольно-надзорных органов. И даже есть те внепланные проверки, но они не граничатся штрафами. Больше всего это предупреждение. То есть нет такого карательного меча, как мы только что с вами говорили. А он такой вот деловой подход. Николай Егорович, скажите, пожалуйста, может ли мы однозначно назвать, какой бизнес в Сибири самый живучий? Есть некий рейтинг городов. Это открытые данные ФНС за последние 6 лет. И Новосибирск находится на 11-й позиции по живучести бизнеса, потому что треть всех российских стартапов, созданных на территории страны, не преодолевают рубеж в 1 год и 10 месяцев. Так вот, как раз у Новосибирска 11-я позиция, и в среднем любое предприятие открытое живет 1 год и 10 месяцев. Оказание бытовых услуг населению и работа универсальных магазинов – это самый живучий сегмент для Сибири. Если я не права, поправьте меня. Ну, я уже говорил. Кстати, вот здесь можно поспорить, хорошо-то или плохо. Хорошо то, что бизнес, допустим, один год поработал и закрылся, да? Или хорошо то, что он проработал 3 года или дальше продолжается. Ну, тоже, вот вопрос тоже очень серьезный. Я бы сказал так, что… Сам сегмент несерьезный, и хочется надеяться на то, что мы сменим вектор промышленности во что-то более мощное, а не бытовые услуги и работу универсальных магазинов. Ну, я же говорил, что у нас город бизнес-предпринимательский. Это я хочу о другом сказать. О том, что у нас в бизнесе очень много молодых людей. У нас в бизнесе очень много предприимчивых людей. Я уже говорил о том, что у нас очень серьезный кадровый потенциал. И если предприниматель начинает свое дело, ну, допустим, открыл парикмахерскую или там кафе, вот, и он видит о том, что у него есть другой потенциал чем-то заниматься, он может закрыть и открыть новый бизнес. Вот живучесть, это не зависит от того, что он должен быть, ну, как вы говорили, в Томске там открыли, допустим, кафе, и вот это кафе работает, одно и то же, одно и то же. Томск лидер рейтинга по живучести для бизнеса. Вот. Я вот за то, чтобы тренд бизнеса, тренд предпринимательской инициативы, он менялся. И чтобы наш, допустим, тот же ресторанный бизнес или кафе, чтобы не было, допустим, там, как раньше, помните, в советские времена, рюмочное, все, и больше ничего, рюмочное и все. А вот чтобы кафе менялись, рестораны менялись, менялся бизнес, то же самое в сфере услуг. У нас, да, у нас живучесть, я бы так сказал, намного меньше, потому что наш бизнес развивается. Я уже говорил, по пять тысяч предпринимателей увеличивается. Это как раз вот и есть. Вот. Поэтому с таким рейтингом, это, кстати, я знаю об этом рейтинге, очень хорошо. Вот. И я бы с этим рейтингом очень серьезно поспорил. Вот что значит настоящий бизнес-омбанцмон. Всегда на защите бизнеса. Николай Игоревич, простите мне мой тривиальный вопрос, но как одним регионам удается расти и развиваться, а другим постоянно находиться в красной зоне долговой нагрузки? Наши соседи, Красноярский край, с которым мы всегда себя сравниваем, им удалось снизить госдолг на 20 миллиардов рублей. Причем, что уровень ВРП их всегда кратно выше, чем наш. Ну, нам бы уже пора, наверное, не сравнивать себя с Красноярским краем. Вот Красноярский край, я бы сказал так, они привыкли, вот как я уже говорил, игла, да, на металлической игле, так, на риске никель, вот они там пополняют свой бюджет, конечно, им очень просто. А если с точки зрения предпринимательской деятельности, вот они как раз, у нас 145 тысяч предприятий, вот, а у них всего 70. Красноярский край, с юга до востока, а вот тут почему-то у них предпринимательское, вот, предпринимательское направление страдает. Потом я бы сказал, да, вы правы, на 20 миллиардов, они сократили государственный долг, но, опять же, я бы поспорил по сравнению с Новосибирской областью. Если у них основной долг, насколько я помню, около 90 миллиардов, ну, до 100 миллиардов, вот, у нас основной долг 40 миллиардов, и 40 миллиардов остается. Вопрос, вопрос, вот у них 100 миллиардов, зачем они брали эти деньги? У них что, не хватает доходной части бюджета 100 миллиардов? Предпринимателей меньше? Да, 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 вот, кстати, вот, а мы находимся, наш регион находится, если в тренде России, Красноярский край на 70-м месте, а мы на 40-м. Если взять общую финансовую такую составляющую между Красноярским краем и Новосибирской областью, мы находимся в гораздо лучшем состоянии. И по большому счету нам не нужно сейчас или снижать, или увеличивать, потому что, ну, нам, слава богу, хватает денег. Это как раз то, что я говорил о том, что предпринимательское действие приносит доход бюджета приносит очень серьезный. Даже несмотря на то, что мы сейчас строим очень серьезные и в будущем очень серьезные стройки, это, как вы знаете, перед чемпионатом по хоккею строим Ледовый дворец, мост, перинатальный центр, сколько всего, однако наш долг всего 40 миллиардов и никто ничего не берет. Это говорит о том, что как раз управленческая возможность нашего региона, я бы сказал, опережает Красноярскую. Несмотря на то, что, да, они вот как раз, у них есть все, у них есть возможность улучшить, повысить доходную часть бюджета. у нас, как вы знаете, у нас оборонка, так скажем, наука, вот, и кроме как, допустим, своих доходов, заработанных, честно заработанных, у нас нет. Но все равно мы с этим справляемся, и поэтому я думаю, что пора нам менять вектор, сравнивать, допустим, я бы сказал, там, ну, Новосибирскую область, ну, к примеру, с Ростовской областью, Казань, Татарстан, тоже очень бурно развивается, в них и предпринимательская деятельность, ну, хотя у них и население 4 миллиона, у нас 2 миллиона 800, у них 4 миллиона, мы находимся на восьмом месте по количеству предприятий малого и среднего бизнеса, вот, они находятся на седьмом, разница миллион 200 в населении, если процентом в отношении взять, мы все равно находимся в лучшем состоянии. Наверное, просто потому, что мы территориальные соседи, географические соседи, поэтому сравниваем. К слову, когда наши соседи говорят о том, что снизили госдолг на 20 миллиардов рублей и перечисляют причины, одна из этих причин рост доходов собственных муниципалитетов, это то, о чем вы тоже постоянно говорите, какой здесь сценарий? Ну, здесь я бы так сказал, я не знаю, как у них поставлен налоговый процесс, но благодаря последним распоряжениям губернатором, я всегда за то, чтобы муниципалитет имел свой собственный бюджет, потому что, имея собственный бюджет, сам зарабатываешь, сам тратишь, и понятно, появляется экономия бюджета, эффективность использования бюджета, это очень важно. И сейчас губернаторам принято решение, чтобы 10% как раз малого среднего бизнеса, потому что от упрощенки 10% остается в городских округах, как раз оставались в муниципалитетах. Но это как раз и есть забота о муниципальных образованиях, это то, что касается городских округов, и еще 30% для сельских. Раньше такого не было. И я бы сказал, на что это влияет. Это влияет, ну да, в первую очередь это влияет на заработную плату чиновников. Это очень важно. Но если подойти с другой стороны, чиновник получает большую заработную плату и знает о том, что это благодаря упрощенке. Это знает о том, что это благодаря малому и среднему бизнесу. Он же значит, потом что он говорит? Ребята, давайте открывать малые и средние предприятия. Чем больше мы откроем, чем больше мы будем помогать, мы больше будем получать налогов, больше будем получать заработную плату. Здесь очень интересный подход. И очень важно вот это вот решение, когда я узнал, что на самом деле раньше это было ограничение, а в этом году было принято решение, чтобы эти отчисления 10% остались в муниципалитетах. Очень разумное и очень правильное управленческое решение, особенно с точки зрения малого и среднего бизнеса. Я очень доволен. Тогда я не могу не спросить об идее создания в следующем году центра «Мой бизнес», который сосредоточит всю структуру поддержки предпринимателей с открытием общественной приемной на этой площадке, вашей общественной приемной. Эту идею некоторые воспринимают восторженно, другие скептически, мол, уже поздно, давно было бы ее пора открыть. Какого эффекта вы ожидаете и не получится ли так, что мы опять построим, откроем и никто не придет? Вы знаете, я бы так сказал, что может быть, конечно, поздновато, потому что во многих регионах они уже работают. Но, судя по такому подходу, который сейчас идет строительство и, так скажем, подход к этому, так скажем, центру, я знаю о том, что он будет работать по-настоящему. Ну, центр, он нужен зачем? Любой человек, особенно молодые люди, когда мечтают о том, вот я вот закончу школу, буду предпринимателем, буду бизнесменом. Вот. И сразу вопрос, даже родители будут спрашивать, как ты вот начнешь? Ты что знаешь? Родители там, вот. И, если это бизнес, допустим, мой бизнес, вот этот центр будет работать именно так, как вот я, вот, к примеру, Визуализировали себе, да? Вот. Я вот так вот хочу, чтобы молодой человек зашел в одни двери, в первые двери, да, обычным человеком, обычно молодым человеком, а вышел оттуда предприниматель. Водушевленным, вдохновленным. Да. Вот. Там должны быть собраны все институты государственной поддержки Новосибирской области в плане развития предпринимательской деятельности. Там должны находиться юридические консультации, там должно находиться МФЦ, в том числе и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Кстати, мы недавно, вот буквально вчера, обсуждали тему создания маленького музея. Маленького музея в этом центре, мой бизнес, предпринимательской идеи Новосибирской области. Почему музей? Потому что молодой человек, когда придет, у нас очень много предпринимателей, бизнесменов, еще и до революционного времени, и сейчас, которые стали хорошими меценатами, те люди, которые не просто зарабатывают деньги, набивают карманы, а еще ведут какую-то благотворительную деятельность. Это уже следующий уровень эволюции человека. Да, вы правильно, вот правильно. Не всегда нужно говорить, что предприниматель, безменный, это человек тот, который хапает. Нужно менять менталитет, нужно менять менталитет жителей не только Новосибирской области, а Российской Федерации в целом. Можно пригласить известных предпринимателей Новосибирской области, которые... Чтобы они написали словарь проблем сибирского бизнесмена. чтобы взяли вот этого предпринимателя и вывели на стезю предпринимательское действие, что они получили первую прибыль и были обрадованы. Это как раз вот этот центр мой бизнес. Я думаю, что задумка очень хорошая, кстати, выделены очень серьезные деньги, и он в начале будущего года заработает и я думаю, что он принесет серьезную помощь как раз в развитии малого и среднего бизнеса у нас в Новосибирской области. И я надеюсь, вы позовете РБК для того, чтобы рассказать о работе центра мой бизнес в следующем году. Спасибо большое за интервью, Николай Егорович. Вам тоже спасибо. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова